lgd банят антимага как раз на этот момент мы с вами и подключились банят антимага и банят дк они уже поняли против кого не играют кто тащит кто на ком тащит конечно же поняли тоже и нет антимага но есть фантом лансер он никуда не девался конечно против гирокоптера не постольку поскольку на самом деле тут уже надо будет выфармливать просто лучший гирокоптера ну и вообще эмбайра до лимбового гирокоптера забанив при этом шадуфинда наверно знали что делали гирокоптер вроде как по имбович мсф но с другой стороны в руках мэйби сф тоже чокнута оружие может не так сильно бояться сайлорова гирокоптера чем как бояться например сф от мэйби 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 еще один бан от тим импайр на этом на этот раз они банят шейкера такая история туске я думаю все таки для алоха дэнса будет они они это тим импайр не идут в классическую схему туска отправлять на оффлейн туск как начинал от алоха дэнса когда никто его не пикал так наверное будет у алоха дэнса в руках фантом лансер от тим импайр имбовостью на имбовость отвечают пэйл в первой игре их наказал есть вариант и сейчас пэйл от сайлента в принципе показать что команда lgd gaming фаворит фаворитом но считаться steam empire тоже стоит баунти хантер и гирокоптер в пике команды lgd gaming дазл туск и фантом лансере еще один дтшник от lgd gaming camber spirit чтобы разбираться фантом лансером здесь два просто ультра дтшника которые сплэшом своим разваливают всех саппортов которые скери вот в лице фантом лансера могут бороться и здесь магнус от тим импайр нет мидлейна еще нет мидлейна для резолюшена я не думаю что магнус зайдет для риза скорее всего нет потому что он на нем практически не играет а йоку на магнусе играет прошлая игра была ватная конечно от магнуса ну потому что контрили здесь контрить не так то просто что он спирит в бане поэтому с магнусом теперь не пойми кто будет разговаривать грубо магнус сам может нагрубить нормально и под поела достаточно крутая комбинация собрать всех вместе ну будет лишь будет ли будет ли нет уже наверное не будет здесь дизераптора таск для алохи я думаю дазл для лысо на флай хорошо что есть хилл на самом деле можно не заботиться будет о владмерах может быть и мека опять стороной пройдет тим импайр как в прошлой игре без мекки они играли lgd гейминг забирают себе рубика под магнуса под тузка есть что красть но и мидлейна да команде импайр теперь жесткий хороший мидлейн который во всю эту комбинацию под магнуса заходил бы ну самое время полить страты если вдруг они были то эта информация что не палят страты не палят страты перед плей-оффом надеюсь есть страта у команды импайр которая будет разговаривать с эмбер спиритом гирокоптером которые смогут их на место поставить дарк сиро тим импайр улетает в баню но и последний банут lgd гейминг мидлейн кто бы здесь вообще мог зайти папа в бане шторм спирит в бане цепь в бане может а то лд варер вообще как вариант просто взял и появился он не самый жесткий есть еще сайленсер есть же мать его сайленсер год показывал как на этом герой играть на мидлейне он эмбер спирита сгноит просто есть сайленсер но зайдет не зайдет блат сикера не банили блат сикер против эмбер спирита на мидлейне тоже мог бы наверное постоять ну и туда под комбинацию магнус в принципе тоже под бладрайт все это очень хорошо и нага есть на мидлейн ну конечно здесь жадный поел есть на огонь не заберешь лина лина тим импайр все будут стоять под лайт стрекером если получится лина скучно конечно ну если она будет долбущее то почему бы и нет тут вообще скучать не приходится как мы видим вроде и пики такие по стандартной мете вы посмотрите на этот нон-стоп-экшен который устраивают команды мне кажется вал вы знали что делали когда 684 запускали это не 14 интернешнл когда вышел 682 если не ошибаюсь патчи игры превратились в 70 минутные куски кусков в общем полнейшая нуть и за ум была в доте и долгий долгий фарм и практически без фраговая дота короче говоря смотри сидей здесь такого нет здесь постоянный файт и lgd гейминг забирают себе к локверка вот кто не очень часто пикается но по моему имба имбы на самом деле герой который может файты пополам разделить который вас неудел может оставить который с одного героя исключает в принципе если видит его ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй жесткий достаточно пик у команды lgd гейминг они к середине игры могут оторваться не на шутку ну и клейте естественно эмбер спирит плюс герокоптер это очень серьезно лина от резолюшина на мид-лейн йоку забирает магнуса phantom lancer это сайлент сайлент always wanna fly это дазл и таски естественно для лоха дэнс со стороны команды lgd гейминг ммой будет играть на рубики я ок локверк сложная мэйби это эмбер спирит на мид-лейн сауэйт это баунти-хантер и сайлер это герокоптер гноби капитана директора под номером 8 издевайся над ним как издевались над алоха дэнсом в прошлом матче с туском таких дел не будет я очень надеюсь что не будет потому что алоха дэнс он знаете ли в этом вопросе есть у него слабость любитель подфидить так чтобы команда сильно не расслаблялась ребята тащите пожалуйста потому что мне кажется у меня опять настроение фидить у тебя всегда настроение видеть ну тогда тащите как всегда все команда empire забрала своих героев четвером отправляются на топ руну чуть у меня вижу только с одной стороны всем lgd тут уже стали на места сайлер в соло решил оффлейнера расковырять такое уже было empire как-то слились один раз по моему против 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 кого угодно не помню против кого йоку здесь подошел и просто отдался на фб по моему в п да вы по забрали так йоку в тайбрейке перегровки за выход в сетку виноров сейчас йоку не там йоку на нижнем лайне драки не будет до выхода крипов и в принципе это наверное на руку команде lgd здесь алоха дэнс сайлент толпой должны развалить хил есть у дазла резолюшн с нормальным ауе дэмэджем поэтому конечно lgd здесь слились lgd поэтому и не рвутся не нарывается файт не провоцирует они понимают что пока у них не по шансам по такому пику команда empire по идее в масс-файте на ранних лвлах конечно загнобила бы lgd ну и пошли по лайнам быстренько пробежимся резолюшн медлейн йоку на магнусе будет стоять соло на нижнем лине против него будет стоять сайлер на герокоптере и сюда уже идет ммвай и конечно же здесь к сяуэйт об этом йоку должен знать но у него нет никакого варда поэтому знает когда куда что то что как что не было же варда кто поставил что это было я не понял не было же не место у магнуса не варда ладно потом разберемся забавно вышло так fly на топ-лейне сайлент тоже отправился в сложную фантом лансер будет фармить у нас против клоферка по идее я о не должен убивать сайлента никоим образом доппель гангер не даст ему ни в когах сидеть не биться об них но эмбер спирит уже на мидлейне терпит уже резолюшн начинает с памяти и так и должно быть в принципе до самой смерти до самого вылета команды lgd из сетки венеров если вдруг так что надеемся я думаю по идее у резолюшна все карты на руках он может через длиннющий огромнейший рейндж атаки постоянно настреливать по эмбер спирит у него есть два недорогих по его по его монопулу рассказ поэтому спамить можно вся уэйт выходит у нас на резолюшна есть если что здесь под сейф можно прям таки вытащить на себя кся уэйта не палиться что здесь есть вард пусть выходит все ой пусть стоит и бесит мэйби будут татс ловить айшат по нему мэйби привязывает двоих мэйби без флейм гварда чё ж так сильно резолюшн это проседает а фист от мэйби на первом левеле офигеть алоха дэнс тоже отправляется в таверну как больно эмбер спирит наковырял 120 урона но это не так-то много ну и лоу хпшный мэйби мэйби выживает 17 хелспоинтов здесь просто не подфартило вообще подфартило со знаком минус хуже чем случилось наверное быть не могло минус 2 сливается мидер сливается саппорт не умирает в то же время эмбер спирит под тавером дабл килл от него и у мэйби уже по фарму все прямо таки скажем хорошо 1700 у него на руках все что резолюшн пытался выиграть фармом крипов харассом все это скатывается в никуда окей 2 минуты 40 секунд сыграно как там сайлент есть варианты б печально что об этом надо на двадцать на третьей минуте говорить что вариант б и о нем же приходится вспоминать но сам факт он есть хотя здесь есть гирокоптер тоже хороший вариант может даже не вариант б а вариант а йоку пока без фарма четыре на ноле мама его близко не подпускает у йоку есть третий с половиной левел ну и отводы кто бы сделал да никто не сделает отводов йоку даже сам себе отвести крипов не может все заважено потом ланцер в это время за тавером разваливает клокверка пардон ну смотреть тут нечего втроем вышли втроем развалились перематывать я не буду в любом случае импайр забирают первый фраг зарабатывает 330 по голде и 230 по экспириенсу резолюшена опять перед и по идее убивают резолюшен пытается отхилить мэйби здесь ддм и тп отменяется суда удастся сам здесь ничего не сделает ну как-то поздновато флай вообще очнулся у него и маны не хватает на элементарное шалу грейв если прилетел просто посмотрел бы как умирает резолюшн мидлейн проваленный это факт тут уже три килла у тембер спирита на четвертой минуте мэйби прет на руны у мэйби все хорошо по фарму он первый по над ворсу 2 500 вес полу сайлента на фанта младше йокут почти четвертый левел сайлер флаг кеннон сайлер с рокет баражем здесь чем такое изображение рокет баража не напоминает ох и валвы хитрюги ксяуэйт где курьер собрался зарезать нет не удалось ему никого зарезать а лоха дэнса видит ксяуэйт сейчас еще и наткнется здесь на ммай а лоха дэнс надо отсюда валить видит ммай а лоха дэнс должен понимать что он не сам здесь а лоха дэнс в собственном лесу видит что ты будешь делать а этот а лоха дэнс его просто а лоха дэнс нафидил какая новость продолжение в принципе неаккуратная дота от а лоха дэнса за йоку здесь вылетел сайлер по таворам наверное сайлер не будет сильно быковать но хотя еще крип здесь танкует сайлер пару ударов от вышки или от дин даже йоку по хорошему отсюда надо бежать сейчас выйдут на него придут крипы и йоку будут забирать здесь просто бежать 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 понятно что вы не отпустят это скорее всего 5 1 его даже нет маны на самом деле на тп out закупается под ноль понимает что его ждут то ли товара даваться то ли еще что-то делать закрываю здесь йоку стопят и йоку погибает 5 1 становится счет lgd gaming выигрывает две с половиной по голде 300 по экспириенсу что тут сайлент может кричать команде в тимспик ребята не фидьте вариантов камбэка все меньше и меньше 5 1 уже счет по всем фронтам сыпется империя формят не очень дерутся вообще не алют 400 экспы но две тысячи голды и проигрыш team empire lgd взяли за дело у них агрессивный пик у них есть рубик который врывается у них есть к локер который врывается у них есть постоянный навязчивый баунти хантер который все время рядом тут я не знаю а тут простой рецепт он рецепт простой настолько простой что в каждом матче используется это рецепт звучит так как нефит это первая заповедь вообще дотера нефит и все будет хорошо там уже думать можно будет мозги более-менее расслаблены можно будет понять как по ситуации действовать ну а когда ты фидишь 24 на 7 когда ты в каждом файте разваливаешься ну а чё может речь вообще идти я вот затягивает подвышку сайлент за tower стал крипов спушит по идее товар здесь скоро 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 рассыпется за резолюшн должны выйти но он должен понимать что здесь же не может быть все чисто ну я не понимаю никого нет на карте команда lgd перемещается куда-то там и при этом резолюшн не делает мувов назад сайлент лу хпшный теперь он уже боится йоку из таверны вылез вообще да йоку отправляется на медлэйн у него 5 на 0 всего лишь крепстат олбис в нафлай рядом 6-1 счет команда импайр сыпется 7 минут сыграно они проигрывают 3000 по голде и 1000 по экспириенсу как быть сайлентом первым делом идет во владмер сейчас просто с хукшоток локер порвется в сайлента и придется что-то выдумывать так проседает по хп алоха дэнс такая новость и завалили сайлора и это уже плюс развалили сайлора у резолюшна лагуна блейд сразу проюзался моментально думать было нечего 540 голды подняли и 480 экспы не так много но лучше чем ничего согласитесь 27 это уже хоть какой-то но камбэчик не сказать что прям целый камбэк не эмбер спирит есть уже брассер по моему да так и есть боится фатак летит для мэйби уже готовы фейсбуц и у эмбер спирита нормально все по фарму первое место 3800 сайлент еще на уровне держится у него один килл 55 на 16 крепстат сайлер 3300 давайте смотреть крепстат первое место у сайлента пока команду его уничтожает он в это время фармить то чем и должен заниматься фантом лансе пришел сайлер шестого левела гирокоптер колдаун есть ну и забирают ру тава игроки команды empire но гирокоптер хитрохвостый гирокоптер подошел и просто за denail tower empire здесь не доработали ну и в принципе лезть по tower сайлент я думаю не рискнул бы потому что потому что если еще и сайлент начнет фидить то шансов вообще для эскейпа никаких у команды empire под смаком я у него есть хук-шот если кого-то увидит ворвется сразу здесь под вардом пробежал йоку и скорее всего за ним выбрались ксяуэйт еще и флая спалил под смаком яу с ним рядом ммай ни на кого пока не наткнулись но здесь очень опасно гулять алоха дэнс у него 0 3 счет ну как на девятой минуте может быть счет 0 3 ну вышли за резолюшином лох и пешный резолюшин сяо его видит поднимает резолюшина ману резолюшина нет не лох и пешный а без ману резолюшин таверну капитан команды empire и счет становится 2 в 8 где находится фантом ланцер сайлент пока что себе на влад мир заработал деньги по идее ему самому надо как-то быть не агрить на себя команду а сейчас он нарвется на я у я у я у нет маны на ху у я у я у нет в принципе никакого хук-шота он в кд алоха дэнс рядом ну и знают интересно сколько человек здесь команда lgd очень удачная шар тут алоха дэнса летит уже сюда вся команда lgd и очень долго empire перемещается никто сюда не придет always one of fly добегает магнус без даггера ой без даггера без тп ну и сайлент старается сюда уйти привязка пройдет ли да проходит привязка по сайленту сайлент здесь и останется минус 2 от команды lgd 2 10 счет по моему начало конца к сожалению 3000 по голде lgd и по экспириенсу 2000 в тоже в пользу команды из китая пэйл по фарму на три на втором месте на третьем месте сайлер на гирокоптере его уже обгоняет ненамного конечно там еще и эмбер спириты с двумя фантом лансер не уверен что справиться для этого хотя бы в полтора раза каждого надо перефармливать а сайлент такого варианта не имеет у него есть владмер но поможет ли это ему пока не понятно магнус опять без нормальных рп йоку без даггера чтобы собрать этот даггер я не знаю сколько времени ему понадобится 4000 по голде они проигрывают и 1700 по экспириенсу и резолюшен на линию его достаточно скоро может быть его к отправился во вражеский лес фарм хоть какие-то варианты надо искать флай здесь внизу сайлент должен перемещаться вниз крипов бы по-хорошему развалить через доппельган геретин на хг и попытаться нижний line фармить у сайлента влад мир есть у него 115 с руки птс влад мир пилинг блэйт и в общем-то больше ничего фарма он проигрывает и уже во вражеском лесу флая видят флай шалугрейв уже сейчас должен на себя юзать его по идее отсюда не отпускают и вообще флай здесь и останется сайлент туда входе на я о резолюшен лагуна блэйд в я у я у разобрали разменяли нас на саппорта это хороший размен для team empire 150 голды в плюсе мы по экспе чуть-чуть приподняли лишь бы не поймали здесь сайлента фантом лансер и выйдет у нас чейный от эмбер спирита и уходит дефюжил блэйд просто маст хэв фантом лансер надо стопить герокоптера надо разбираться с эмбер спиритом лишать его фустоп всего на свете мэйби загулял мэйби можно попытаться здесь развалить у есть рпшка йоко опять у нас без рф йоко опять непонятно когда ее проезжает на кого и зачем есть шок вейк полдаун всех собирает йоку врывается сюда я ой под полдауном команда empire просто сливается в лице трех игроков умирает у нас сайлент умирает йоку и умирает резолюшн это мейн герои команды empire core героев таверну алоха dance тоже скорее всего в таверну алоха дэнс четвертым в таверну 315 как тут надо камбэчить пёс его вообще знает 6000 лгд по галде 3000 по экспириенсу empire все еще остается сайлентная фантом лансерин который приобретается бюро по в зе мэджи и из диффузов это пока что все 13 минут полнейшее более унижение для тем empire очень сложно дается эта игра совершенно тут просто надо камбэчить непонятно как магнус рп дал в никуда магнус доллар п уже под проюзанный кулдаун гирокоптера видно что lgd контроля ситуации они с абсолютно с абсолютным хладнокрови и вообще с пониманием того что происходит все это дели делают а empire ну по этой ситуации начинает пороть горячку я тоже какие-то нервозные мувы происходят флай пошел повардить под эвардить ну кто ж тебя здесь оставит барабаны провязал кто-то там по-моему это был мы беда барабаны провязали никуда не отпускают флай 316 становится счет 700 голды и 300 экспирианса опять для команды lgd посмотрите как они удобно устроились на половине карты команды empire они не пускают их не дают вариантов фармить заняли их лес позиции team empire всем под контролем команды lgd empire уходят во вражеский лес silent под им пауэром поняли что пора уже магнус им пауэр в один качнул йокум на топ-лейне здесь на топ-лейне пл йокум где-то 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 через две секунды да так и есть реверс полярити уже практически готов у дазла у дазла нет шестого левела даже но есть shallow grave в принципе shadow wave тоже имеется все нормально но если я боюсь если конечно команда lgd возьмет и начнет дефать этот тавер на который подумает выйти team empire тп-шка здесь есть тп-шка здесь есть надо будет просто лететь моментально lgd в это время забирают и один по центральной линии нижней лайн летит silent silent уже не будет участвовать в дефе т2 здесь он сейчас будет полетела ракета все знает а нет проверил просто проверил где находится команда empire по идее никому не спалили но отправились именно туда игроки команды lgd будут идти через лес все разминулись команды empire для них сейчас подобно смерти встретиться хоть с кем-то 7000 голда и lgd и экспириенс немножко в пользу empire пополз но 3000 по прежнему отставание от империи блок уже с blade mail у него есть ранквилл бутсы вообще давайте артефакты смотреть рубик до даггера остается вообще копейки 700 голды до даггера ранквилл бутсы у рубика есть у сайлора есть барабаны есть игрок лап ринга фактвила фейсбуц и у эмбер спирита есть фейсбуц и есть травм оф эндеранс и на 2 100 на руках на 20 минуте у эмбер спирита по такой игре будет battle fury можно будет очень неприятно агрессии тем более фесты третьего левела да вообще печаль конечно баунти хантер урну в shadows buckler и аркан бутсы для xawade алоха дэнс что-то не так играл на баунти хантере ну алоха дэнс что-то и не xawade откровенно резолюшина поймали шалу грейв есть от него хотя бы в кого-то запилить вагуна blade не отпустят резолюшина или отпустят трек на него резолюшин старается ути римнан побежал за резолюшином по идее должен уходить да спасли капитана и гдуки команды импайр у них все есть для нормального файта не хватает только сайлента у него есть тп тп не в кулдауне ну и в это время падает вышка на топ лэйни у команды импайр а сайлент пытается подпушить нижнюю иллюзии пустил половину товара слили игроки команды импайр сам сайлент здесь сайленту надо бежать отсюда да куда ты в крипов то врезаешься мэби не пошел за сайлентом кто знает вдруг здесь засада ну и глади фалакрити от фантом ланцера уже есть уже неплохо тут две сколько надо ему еще 1000 1800 ему необходимо до появления дефюжио blade 600 у него уже есть сайлент соло против мэйби мэйби без battle fury ну и дамаги много у мэйби сайлент пока просто на пукерфейсе фармит и улетает на собственный римнан тембер спирит на топ линию врывается в алоха дэнса удивительно алоха дэнс в таверну 0 6 2 на знак комментировать чтобы не запикивала мои слова дазл 0 2 2 йоку 0 2 0 ну тут блин ну три фрага всего команды импайр 17 смертей чего в принципе агресс понятно что тут у всех отрицательных когда был единственный один раз всего умер это 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 неприятно отражается на экономической ситуации команды импайр лгд 8000 золота и 2000 experience но стоит т2 шло у нас чат имплантейк моя энергия эмпайр тэйк мои реанимер реан реаним энергии вот так вот скорее действительно реанимировать ситуацию надо за уши за волосы вытаскивать из того в чем оказалась команда импайр 8000 золота 1000 experience пл продолжает фармить пл не так сильно проседает у нас по нетворс он проигрывает конечно с айлору мэйби а должен выигрывать у обоих причем причем с завидным таким преимуществом у рубика появляется даггер здесь саппорты просто дикие сяуэй 4 400 против йоку флейн 4 200 ммай в соло нафармил больше в полтора раза чем а лоха дэнсу и лосона флай вместе взятые ухренеть ну в принципе что чего ожидать рубик 8 ассистов имеет все это под треками конечно деньги капают так поймали у нас always wanna play а шалу грейк на себя с тяжкой наверно не будет от йоку йоку и врываться сюда и маны у йоку нет да и самого йоку там нет а сайлент в это время фармит езди в южил блейд для сайлента нужно переместиться на мид лейн попытаться пофайтится сайлент уходит в кусты сразу тп аут маны у сайлента нет йоку чем врываться у йоку есть даггер у магнуса есть даггер двадцатая минута если сейчас будет нормальный файт для империи они тут миллион просто по голоде могут выиграть через секунду будет дазл надо ждать но и lgd готовы ли пушить или нет по идее скрипами могут уже подходить ни у кого нет аэгги поэтому слили и забыли нет не атакует нет аэгги и там манали мы вообще атаковать у нас преимущество есть пойдем еще по фарме на рошана как я понимаю идет команда lgd гейминг remember спирита уже практически готов battle fury после этой пачки бф для мэйби будет все курьер должен уже бф лететь нести бф просто сразу прилетает уже готовым к мэйби он не стал тут распыляться приносить себе какие-то поэтапные второстепенные артефакты которые являются частью battle fury а целиком принес себе главный артефакт который по сути очень важен на эмбер спирите и вообще маски он доедалус доедалус и еще раз battle fury я на хукшоте врывается на йоку а должен был врываться на сайлента йоку до чего же неудачно сегодня все у него получается на этом на этом магнусе лох и пешный газа у нас же сливается нами двери ракетка полетела дальше за сайлентом не страшно ракетка первого левела поэтому практически не больно буду драться без нас за игроки команды empire от вариантов немного хотя зазлом конечно поинтереснее 15 секунд еще не будет дат жди почему-то не идут и не атакую ждут опять же крипов а чем крипу сносятся я не понимаю ну магнус наверное ай шарты шоквейв так наверное это работает хотя и линоват резолюшное не стоит забывать есть и все необходимые ульты у команды empire вообще есть все ульты у команды empire здесь хукшота нет здесь нет кулдауна ну сейчас будет но и здесь все необходимое есть ну без хукшота хотя бы уже плюс для империи но не выходят же вместе игроки команды lgd мэйби можно попробовать поймать нет мэйби не ловят мэйби через весты продамажил тут так плотненько бедняжку лину у лины остается 1100 до появления аганима lgd гляньте как своего выиграют а как хитрые ребята они имеют потрясающее преимущество на восьмой минуте но 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 дорогие друзья вспомните что было в первом матче команда empire на 26 минуте имея преимущество 15к играя против фантом лансера остановилась в одном лансер начал фармить начал фармить лучше остальных и просто в принципе перепушил может и здесь такое будет они аккуратничают это в принципе для них то плюс но эта палка вообще двух концах тут с одной стороны ты не умираешь и с другой стороны пл все это время зарабатывает голду гляньте по крип стату 170 уже фантом лансер 157 у сайлера и 102 всего лишь у мэйби и сайлент будет дальше фармить ему надо манта стайл ему надо тут по классике бабочка наверно против гирокоптера в мкб но может не бабочка может а я в скаде скорее всего скорее всего гирокоптер здесь будет собирать мкб эмбер спирит тоже наверное проблемы не будет иметь мкб если надо будет собрать поэтому тут скорее всего просто укрепляться будет пэйл по данной игре бабочка на сайлера она в общем то даже и полезно и и нужно не бабочка точнее мкб на гирокоптера на сайлера он нужен по дефолту будет собираться здесь гирокоптер у него все ровно у него по идее проблем никаких нет поэтому он может идти в стандартную классическую сборку по классической сборке гирокоптер у нас без мкб вообще не представляет как эмбер спирит из поток юри в лице нескольких штук и в количестве нескольких штук и нескольких штук доедаются теперь я наверно знает где находится их соперник но туда идти понятное дело что никто не будет упала 200 на руках у сайлента уже есть деньги на яшу провязал magic wand и пора продавать его роха падает команда lgd отдает рошана сайлеру а значит надо говорить с эмбер спиритом без блэк кинг бара нет с блэк кинг баром у нас гирокоптер в принципе против того же дефьюжил блейда и количество иллюзий вот такого от фантом лансера бкб нисколько не спасает но уйти из какого-то подстопа под сейва от того же дазла например от тузка можно хотя радует что конечно бьет магну сквозь блэк кинг бар и здесь по моему тоже валус панч контролит сквозь бкб поэтому степень контроля у команды импайра осталось ну или на лина с аганимом поэтому тоже гирокоптер постольку поскольку себе бкб-шки помогают разве что от общего рассказа линео поимка в еул дальше лайк страйк кэри под ноги dragon slave этого конечно ничего не будет у гирокоптера но 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 аганим дает возможность бить сквозь блэк кинг бар поэтому резолюшн на ходу здесь ну и все графики остановились и чуть-чуть двигаются в сторону команды импайр по экспириенсу 2000 можно жить туск от алоха дэнс 062 ну что же за печальное зрелище седьмой левел на 26 минуте тапок мэджик вон и дастов оперенц и никаких тебе даггеров конечно никаких тебе изоляторов от алоха дэнс забудьте вообще все что вы знали и видели от ускара они не такие они вот такие один ай шарта надо просто лететь туску на собственную базу а теперь манны не хватает на тп все алоха улетает вплоть до хайграунда с push онлайн у команды импайр по топу выехали за сайлентом или все-таки нет сайлента вроде бы не видят ну сюда движется команда импайр сайлентом надо валить все видит теперь прекрасно где находится гирокоптер сам он там ходить не будет lgd не из тех ребят что пойти отдаться в собственном лесу толпе соперников это прекрасно понимает и сайлент значит там есть кто-то не получилось не получилось упала так ладно давайте смотреть артефакты рубик есть уже длинг даггер есть у рубика также транквил гуци ммой хорошо идет очень даже хорошо у гирокоптера 2 500 на руках бкб есть фейсбук и есть фейсбук доминатор и драма фонгеранс для сайвера 2 600 на руках большие деньги у я у есть став физа 3 есть блейдмейл готовится к покупке вот этого в принципе готов к его покупке и даже больше вам скажу купил несет себя я уже форстаф и кристалли слетит для эмбер спирита также есть естественно ботул фьюриум мэйби барабаны ботул и баунти хантер тоже у нас практически с гвардиан грифс но по фарму все хорошо у саппортов команды lgd а у саппортов команды эмпайр вот и вот не хочу это обсуждать вслух фантом лансер с яшей сайлент есть у него дефьюжел есть у него владмер и и все же пока с восьми зарядами это говорит о том что вообще не участвовал файтах пэйл сейчас самое время идут пушить игроки команды lgd йоку уже у нас на страже стоит даггер у него есть до форстафа совсем немного осталось у резолюшина юл есть есть у него аганим 1900 на руках у дазла мы видели и сайлента тоже видели сайлент вряд ли будет покупать здесь ultimate or потому что ему надо оставить деньги на байбэк вообще байбэки давайте посмотрим у резолюшина есть байбэк у йоку байбэка нет 330 голды должны оставлять ему крипов на всякий случай йоку мастер не провязать рп процессе а потом просто пересел